Добрый день, дорогие друзья! Продолжаю я вышивать то, что я запланировала на осень. У меня есть такое видео на канале. И если вы не видели, посмотрите, это очень интересно. Я уже закончила полуденный чай от Dimensions, что я планировала закончить осенью. Также у меня была работа Тайны ночи от Новой Слободы. И вот следующий мой наборчик, это бабочка. Я ее уже достала из кулька, в которой этот набор находился. Ну, конечно же, листик я тоже вышью, потому что, ну, листик это осень, понятно, что как раз в тему. Но решила я начать с бабочки. Я, конечно, на выставке видела уже ее вышитой, мне очень понравилась. Эта бабочка есть еще в синей цветовой гамме. Ну, я взяла коричневую, так как я очень люблю именно этот оттенок цвета. Посмотрите, как красиво. И это может быть у нас и в машине подвеска, и вот на сумочке, и на елку. И, в общем, подвеска, я думаю, что каждый для себя решит, куда ее можно приспособить. И также я вам покажу, что из Милхил я уже вышила. Тоже я планировала наборчики, конечно же, наборчики Милхил на осень. И у меня есть уже одна готовая работа, и один набор я купила. Давайте мы с вами посмотрим, что входит в комплектацию этого набора. Все находится в кулечке, в зип-пакете. Сейчас это все вытащим. И посмотрите, вот сама основа. Ой, я не видела. Вот я только-только вытащила это все с кулька, и сама еще все не рассматривала. И обратная сторона. Что это за основа, даже не могу сказать. Но это вот она прям как металлическая. Такой тонкий-тонкий металл. Хотя, может, это, конечно же, и пластик такой. Ну, в общем, основа очень оригинальная. И мне нравится даже вот как здесь нарисована бабочка. Уже красиво. Уже это все красиво смотрится. Камни. Камни, кстати, красные. А что мы видим на превью? Да, на превью тоже красные. Но мне показалось изначально, что они были коричневые. Нет, они такие вот темно-темно, прям бордовые. Такой цвет красивый. Очень красивые стразы. Я думаю, бабочка получится замечательная. Так, дальше у нас кусочек проволоки. Я думаю, что это будет у нас усики, скорее всего. Ну, посмотрим, что же дальше. Это у нас такие, как бусины. Красивые. Бисер. Сколько оттенков. Какой же красивый. Боже. Желтый. Желтый. Очень красивый. Темно-коричневый. Еще охра. Цвет охра. И такой он, как молочно-белый. Красивый цвет. И еще серебристый. Буса номер 15. Он прям как меньше, да. Это у нас, наверное, 11 номер. А это, скорее всего, меньше, да. Как аппетитный. И так же в наборе идет иголочка с ниточкой. Так, посмотрим, что дальше. Дальше у нас идет инструкция. Как это все по порядку вышивать. Инструкция на русском, английском и украинском языках. Я думаю, что тут и по картинкам все понятно будет. И далее. Схема. Вот такая схема. Тоже каждый цвет соответствует какой-то бисеринке. Так, количество бисера. Количество нитей для выполнения стежка. В одну нить мы пришиваем бисер, номер цвета бисера и название. И так же для камней. И жемчуг. Жемчуг у нас 3 миллиметра. Очень интересно. Я думаю, что в этом же видео я вам и покажу готовый результат. Я думаю, бабочка будет вышиваться очень быстро. Она двухсторонняя. Вышиваются две вот такие основы. И потом это, наверное, все будет сшиваться. Ну, дальше я по инструкции посмотрю. Так что дождитесь. В конце этого видео я вам покажу готовый результат. Ага. И вот у нас сама подвеска. Вот такая. Посмотрим, как ее закрепить. Все будем делать по инструкции. Еще я вам хочу показать, что из Милхила я вышила. Это вот такой замечательный магнитик. Набор 184203. Называется «Любовное зелье». Но для меня это, вот я смотрю, и я вижу, что это флакончики духов. Очень красивые. Ну, то есть у меня такая ассоциация. Хотя, может быть, и «Любовное зелье». Здесь такой шармик у нас с сердечком красивым. Нравится мне, как вышивались вот такие вот подвесочки из бисера. И здесь тоже у нас идут подвесочки. Крышечка этого флакончика тоже как с сердечком. И здесь прямо с сердечки. В общем, все в сердечках. Обратная сторона. Я проклеила фетром, магнитик. Все как всегда. Тоже видео о том, как я вышиваю Милхилл, есть на моем канале. Можно будет посмотреть. Я ссылочку оставлю. Вот такой красивый сюжет. Остатков в этом наборе очень много. Посмотрите, сколько осталось бисера. Вообще, мне наборы Милхилл нравятся, что они не скупятся на бисер, много кладут. И я думаю, что этого бисера хватит и на второй такой отшив, на вторую такую работу. Я вышивала вот такой кошелечек. И на этот кошелечек мне хватило бисера на две работы. Хотя таких кошельков я уже вышила три. Все для своих подруг. И третий кошелек у меня был вышит практически много бисера, который оставался еще. То есть на третий, некоторых бисера даже на три хватит отшива. А некоторый я брала подбором. Этот кошелечек вполне можно вышить подбором. Он получается замечательно. Даже вот вышитый подбором мне понравился больше, чем вот как у меня в оригинале. Но, к сожалению, я показать не могу. Он уже отправлен моей подружке. Поэтому можем только понаблюдать за оригиналом. Я знаю, что эти наборчики сейчас пропали с продажи. Их раскупили. Но подбором можно вышить тоже. Вот такой кошелечек. И, в общем-то, любые цвета бисера из остатка можно применить. Поэтому, может быть, доведется еще вышить вот такой один наборчик. Мне очень нравится. Этот магнит отправляется у меня на холодильник. И еще одна моя покупочка. Решила я вам показать в этом же видео. Так как отдельно нет смысла. У меня всего лишь один набор, который ко мне приехал. Это вот такой осенний букет красивый. Мне очень нравится. Посмотрите, какая рамочка, корзинка, цветы. И вот такой вот шармик цветочком. Вот он. Тоже много бисера. Красивая бумага. Обожаю я, обожаю я эти наборы. Я бы еще много-много чего купила. Мне много чего нравится. Но все постепенно. Все сразу не купишь. Хотя я и вышиваю очень много мелхила. Обожаю его, люблю. Нравятся мне еще другие корзинки из этой серии. Но приобрету их со временем. В общем, я начинаю вышивать свою бабочку. И покажу вам, что же у меня получится в итоге. Дождитесь. Ну вот, мой готовый результат. Посмотрите, какая красивая бабочка получилась. Мне очень-очень нравится. Мне понравился и сам процесс, и результат. Она как драгоценная. Драгоценные камни. Двухсторонняя бабочка. Вот такая красивая получилась. Покажу вам поближе превью. Она, конечно, от превью отличается. В оригинале она вышла золотой. На превью она более коричневая. Ну, мне результат очень нравится. В общем-то и коричневая она тоже бы была красивая. И вот такая. Не стала я делать усики. Вот посмотрите. У бабочки есть усики. Правда, я сначала сделала. И мне не очень понравилось, что выходит. Поэтому сделала вот такую петельку. И подвес. В общем-то, эта петелька, наверное, смотрится тоже красиво. И она эти усики заменяет. Потому что, ну, усики как-то они не ложились. Падали тоненькая проволочка. Вот такая. Ну, именно по превью я посмотрела. Вроде тоже как похоже, что они сделали сначала петельку, а потом подвес. Вот так получилось. Вот так. Вот так. Сшивается. Длинная игла. Мне и она тонкая-тонкая. Мне и вышивать было неудобно. Я ее сразу заменила на иголочку Милхил. И вот остатки. По остаткам. Одного номера вообще осталось. Вот три бисеринки. Это как раз бисер, которым обшивалась сама бабочка. Остального бисера осталось достаточно. Очень много осталось вот таких бусин под жемчуг. И вот остальные цвета. В общем, всего хватило. Всего осталось. И настолько я довольна. Нравятся мне эти наборчики. От новой Слободы. Покажу вам еще превью. И там очень много таких подвесов у них есть. Разных, различных. Я думаю, что я себе еще куплю. Потому что результат потрясающий. Ну и конечно же, решила я сразу начать листик. Вот я уже открыла набор. Вскрыла. В этом наборе иголочка идет уже поменьше. Но она тоже такая тоненькая. Не знаю, посмотрю. Скорее всего, я тоже иголочку Милхилл возьму. Я как-то к ней уже привыкла. Вот такая подвеска. Листик должен получиться. Так, вот основа. Тоже две основы. Очень красивые. Обратная сторона. И тоже вышивается и сшивается. Вот как мы видим, да, по всему рисунку идет такая линия сшива. И посмотрите, какой бисер красивый. В набор идет чешский бисер. Потом бисер миюки. Два цвета. Нет, миюки, наверное, у нас один. Вот такой красивый. Дальше. Буса номер 15. Тоже очень красивые цвета. И чешский бисер. Желтый, оранжевый. Какой красивый. Охра. Еще золотой. В общем, я так подозреваю, что листик тоже будет отличаться от превью. Потому что он здесь такой более-более коричневый. Да, даже с красненкой. Но по цвету бисера я вижу, что будет отличаться. И также камешки. Подвеска. Та же самая подвесочка. В общем, буду сейчас вышивать. Здесь у нас уже дана схема с двух сторон. Если в бабочке была только одна общая схема, то здесь два листика отдельно. И ключ. Вот такой. Получается, 7 оттенков у нас бисера. В общем, начинаю я вышивать листик. Красивый. И я думаю, что в этом же видео вы увидите и готовый результат листиком. Покажу еще вам бабочку. Боже, как она мне нравится. Очень красивая. Хотела вам еще показать организацию своего процесса. Все у меня... Весь бисер у меня находится на таком органайзере. И как я организовываю. Я отмечаю каждый цвет бисера по номерам. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так же, так же самое я номерую пакетик. И, допустим, номер один пакетика у меня здесь. И вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так я не запутаюсь. Очень удобный органайзер. Здесь у меня камешки. В общем, вот такая организация. Ну что ж, у меня прошло еще 3 дня. И я к вам вернулась с уже готовым вот таким листочком. Мне очень нравится результат. Что получилось от превью? Листик отличается по цвету. Но мне нравится, что получилось. Он более, мне кажется, реалистичный. Вышел. Сейчас осень. И мне нравится, что он в таких теплых оттенках. Напоминает такую именно теплую осень. Когда лежат кленовые листочки. Так красиво. Поэтому. Ну прелесть, да? Посмотрите, как красиво дополняют этот листик камешки. Конечно же, он двухсторонний. Сделала я подвеску. Вот такую вот. Я подумала, что если его вот так подвешивать, будет некрасиво. И так вот некрасиво. Но, в общем-то, производитель и рекомендует именно подвесить вот так вот немножечко на бок, чтобы он висел. Красиво. Вот моя бабочка. Тоже чудесно блестит. В общем, две такие работы от Новой Слободы у меня получились. Я очень довольна результатом. Мне нравится. И это мои работы, которые я вышила за неделю. Навышивала за неделю. От Милхил два дня. Бабочка у меня заняла два дня. И три дня листочек. Листочек он больше, сложнее. Здесь очень много завитушек. Бабочка легче вышивалась. Красота. В общем, я довольна. Что у меня по остаткам по бисеру. Бисера всего хватило. Остатки, в общем-то, такие немаленькие. Вот такие. Очень красивый бисер. Посмотрите. Золотые тона, желтенькие. Вот этим бисером обшивался сам листик цвет охра. Ну что ж. Показала я вам, чем я занималась всю неделю. Скоро, уже скоро я уезжаю в Москву на формулу рукоделия. Поэтому что-то начинать большое мне нет смысла. Поэтому пока вышиваю вот такие миниатюрочки. В общем-то, у меня есть еще несколько дней. Я подумаю, что я возьму в работу. А уже когда приеду с формулой рукоделия, приеду с Москвы, у меня будет большой процесс. Ну, о нем я вам расскажу позже. Так что планы, которые я составила на осень, я выполняю. Пока у меня все идет по плану. Ну что ж. А на этом все. Спасибо, что заходите на мой канал. Подписывайтесь. Ставьте лайк. До новых встреч.